ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Почему такие предприниматели, как я, выражают свою позицию? Чем они недовольны? У них же всё есть. Я бы хотел дожить до того состояния, когда в России можно будет смело зарекаться от тюрьмы и от сумы. Вот он порог, когда власть может смениться. Да, пора уже нам на покой. Молодёжи надо дать возможность порулить этой страной. Давайте менять систему изнутри, например. С какого бы пункта начали вы? Пусть большинство их активов будут в российской юрисдикции, и тогда этим парням очень понадобится суд. Что же делать? Ждать. Почти 20 лет российский бизнес предпочитал держаться от политики подальше, помня, что это может быть опасно. И, тем не менее, сейчас нашлись именно предприниматели, которые бурно отреагировали на возвращение, арест и фильм Алексея Навального о дворце. Кто-то участвует в уличных протестах, кто-то ожесточённо спорит в соцсетях, кто-то поддерживает ФБК финансово. Про бизнес говорят, что он должен быть гибким. Но где проходит граница этой гибкости, если ты не согласен с мейнстримом? И где этот мейнстрим сегодня? Дмитрий, вы были на акции 23 января в Владивостоке. Что заставило вас выйти на улицу? Был. Знаете, у меня есть такая, не знаю, примета или привычка. Я в случае, когда не знаю, как поступить, я прислушиваюсь к инстинктам, к совести. И думаю, ну вот о чём будет потом больше сожалеть? О том, что пошёл или больше о том, что не пошёл? В данном случае я решил, что буду больше сожалеть, если не схожу. Что-то захотелось быть там. Какие у вас в итоге эмоции? У нас акция однозначно была такая вдохновляющая, потому что людей пришло явно больше, чем все ожидали. И знаете, как-то вот, ну по крайней мере поначалу, видите, я ушёл, когда уже там экшен какой-то начался особо активный. Я его, оказывается, даже вообще пропустил. А поначалу это всё в общем-то выглядело довольно жизнеутверждающе. Много интересных людей и какой-то такой позитив, разлитый в воздухе. То есть люди чувствуют энергетику друг друга. И это, в принципе, довольно жизнеутверждающе было. С одной стороны, было ощущение того, что люди вышли и хотят этим что-то показать. А с другой стороны, было видно отсутствие какой-то идеи, какой-то программы, каких-то требований. То есть вышли и, в общем-то, ничего после этого не было. Были люди, которые там заводили толпу, пытались заводить толпу, кричать какие-то кричалки. Но видно было, что народ напуган. И я это чувствовал вокруг себя. Я чувствовал, что люди боятся что-то скандировать даже, потому что везде камеры, везде полицейские. И на всякий случай, чтобы не забрали с собой, чтобы не… Так как этот митинг всё-таки не санкционированный, чтобы люди не попали в автозак. Видно было вот это напряжение, видно было, что все боятся. И вот это замешательство, что никто не понимает, зачем. То есть все понимают для себя, зачем они пришли. Но я видел, что многие государственные телеканалы этим воспользовались, очень грамотно, подходя к людям, которые вышли на площадь, спрашивая, что конкретно они хотят, чего они требуют, каких именно перемен они ждут. И многие люди просто не могут на этот вопрос ответить. Я думаю, что это большая проблема этого движения. Я вышел не ради Навального, честно скажу. Я с Навальным, как уже я говорил об этом, я с Навальным не очень дружу. Я бы не хотел, чтобы этот человек стал нашим президентом. Но само по себе это единственный существующий на сегодняшний день канал, альтернативный существующей власти. И я, в общем-то, за обновление. Я за то, чтобы происходили перемены. Сам фильм по форме мне не очень понравился. Этот зал тоже оборудован небольшой сценой. И удивительное дело, на сцене есть специальное возвышение с шестом. Мы даже себе представить не можем, зачем нужен шест на сцене. Может быть, для новогодней елки? Может быть, для гигантской шаурмы? А может быть, для выступления в поддержку Конституции? Тогда твое решение выходить, вообще идти на митинг, оно с чем связано? С фильмом, с арестом Навального последующим? Или вообще с чем-то другим? Или вообще не с Навальным? Смотри, здесь целая философия. Так получилось. Я неожиданно для себя понял, что у меня под этим несколько постов бэкграунда. Первое. Я считаю, что для человека, имеющего желание, амбиции как-то созидательно влиять на мир, а, на мой взгляд, предприниматель должен быть таким, я стараюсь быть таким, очень важно не бояться. И для меня Навальный – это пример незаурядного личного мужества. И на меня это произвело впечатление. То, как он ведет себя последние месяцы и, конечно, последние возвращения. У меня с детства отношения со страхом такие специфические. Я маленький, я был очень труслив. И я долгое время работал этим системно, с юности, осознав это. И вот я сейчас смею думать, что я многого не боюсь, чего боится обычный человек, и даже, наверное, несколько выше нахожусь от средней планки смелости. Это такое, знаешь, наработанное, очень осознанное. И по факту наработки я многое по это понял. И вот то, что делает Навальный, меня вызывает глубочайшее уважение просто человеческое. И хотя бы это уже, скорее всего, потокнуло меня бы выйти и как-то высказать свою точку зрения вот таким образом. Общее впечатление от увиденного, если суммировать, какое оно у тебя? Конечно, не было того карнавала и праздника, который был на Болотной в 2011-м. Сегодня в Москве состоялся, возможно, самый массовый митинг за десятилетия. На Болотную площадь столицы пришли десятки тысяч человек, не согласных с итогами недавних парламентских выборов. Их результаты, по мнению митингующих, подтасованы в пользу Единой России. Они должны быть аннулированы, а глава Центра избиркома Владимир Чуров отправлен в отставку. У нас общественным телевидением на деле занимается администрация президента. Атмосфера была уникальная. Вы в Москве такого никогда, может быть, не увидите больше. Ну, абсолютная доброта, доброжелательность. Я не знаю, все прощались, уходя, прощались с полицейскими. До свидания, до свидания. Полицейские, надо сказать, отвечали. Надо сказать, что они тоже, да, отвечали. То есть вот абсолютно... Радовались, что мы уходим. Там меня впечатлил вот этот вот разгул креатива и очень забавных плакатов. И настроение было там более приподнято. Здесь явно люди были готовы к тому, что их будут винтить по большей части. Хотя, в принципе, хватало и таких вот расслабленных, городских сумасшедших тоже там попадалось пара-тройка штук. Вот. Но в целом люди, значит, так, насторожены. Но что хорошо, на мой взгляд, я не видел маргиналов, я не видел лиц, которые мне неприятны. То есть это были умные, интеллигентные люди. Люди с хорошими лицами. Я был только на Болотной. И до этого. То есть тогда, когда было ощущение, что вот он порок, когда власть может смениться, вот он порок, когда Россия может обновиться. У всех была такая эйфория. И это было на самом деле не настолько агрессивно, как сейчас. То есть риторика была тогда не такая агрессивная, не такая радикальная, я бы сказал. То есть у всех было ощущение, что это само собой разумеющийся способ обновления существующего строя. И казалось, будто и власть это тоже понимает. Казалось, будто вот сейчас все-таки скажут, да, пора уже нам на покой. Молодёжи надо дать возможность порулить этой страной. Порулить в том смысле не то, чтобы сидеть в Кремле, а порулить в том смысле, чтобы принимать решения о новых законах, о новой налоговой системе и так далее. Но этого не случилось. И эта эйфория пропала. А потом возникла новая эйфория, когда взяли Крым. И очень, там, среди моих знакомых, те, кто были на Болотной, например, среди них случилось такое какое-то когнитивное какое-то искажение возникло, которое привело к тому, что они стали очень патриотичными. Ну и, соответственно, провластными. Потому что была такая эйфория, что вот Россия, там, мы Олимпиаду выиграли, да, там, успешно проведена Олимпиада, потом Крым. И все, как бы, такие подумали, да, все-таки Россия, наверное, империя. Главное, что родители могут дать своим детям, это образование. Но дети часто всеми силами этому сопротивляются. Хотят стать блогерами, потому что им кажется, что блогеры ничего не делают, хотя это совсем не так. Актерами, потому что им опять же кажется, что это очень легкая дорога к славе и деньгам. Или выбирают другие профессии, которые внешне не требуют особых навыков и при этом хорошо оплачиваются. Замотивировать ребенка учиться можно разными способами. И один из самых эффективных – это рассказать ему, что учиться можно не только в России. Например, в Чехии. Почему Чехия? Бесплатное образование во всех государственных университетах для студентов из стран СНГ. Болонская система. Безопасная страна с высоким уровнем жизни и низкими ценами относительно Европы, а иногда и России. Вид на жительство в течение 9 месяцев после окончания учебы. Его можно потом сменить на рабочую визу, если ребенок захочет остаться. А если не захочет, то это просто качественное образование с европейским дипломом, который признается по всему миру. Правда, чтобы претендовать на бесплатное место, нужно знать чешский. С этим разобраться намного проще, чем с неподъемной оплатой за семестр в других странах. GoStudy помогает выучить чешский язык, поступить в университет и получить бесплатное высшее образование. А заодно открыть для себя сотни новых возможностей, которые предоставляет европейский диплом. Самая популярная программа GoStudy – PrimePraga. В нее входит языковая подготовка занятий по профильным предметам, проживание в студенческом корпусе, годовая медицинская страховка, визовое кураторское сопровождение и помощь в оформлении документов. Если на бакалавриат вам поступать еще рано или уже поздно, то с GoStudy вы все равно можете выйти на международный уровень. Можно поступить на магистрскую программу или получить среднее образование в Чехии после 9 класса школы. А специально для медиков GoStudy сделали программу интеграции врачей и среднего медицинского персонала. Чтобы узнать больше о том, как получить бесплатное образование в Европе, регистрируйтесь на бесплатный интенсив «Как уехать учиться в Чехию». Ссылка в описании. Я прочитал ваш пост в Фейсбуке про фильм про дворец Путина, фильм Навального. И надо сказать, что он меня, ну как сказать, он послужил таким хорошим троллингом и вызвал желание с вами подискутировать, поближе понять получше вашу точку зрения. Потому что на этот фильм, ну как бы много, на то, что в нем, собственно, рассказывается, много разных точек зрения. А, во-первых, вы его посмотрели в итоге? Нет, я не смотрел. Во-первых, мне очень интересно, а, во-вторых, меня очень резонули первые секунды. Прямо вот эта музыка тревожная. Когда наш лидер Алексей, и все, я сразу ой-ой-ой-ой-ой. Я такое не могу. Я такую жесткую пропаганду боюсь. Ту стараюсь не смотреть. А вы боитесь, что она в вас вползет и породит? Нет, просто как-то неприятно. Я начинаю с ней полемизировать, внутренне спорить, как Слепаков разговаривает с телевизором. Зачем мне этот стресс? То есть эмоции возникают? Да, начинает вызывать эмоцию, поэтому я лучше. Вы написали такой провокационный пост, что вообще дворец, так называемый дворец Путина, это благо. Я сказал не то, что это благо. Я сказал, что это далеко не самое страшное, далеко не достойно того, чтобы это там вешать на флаг. И вообще-то в этом есть и позитивная часть, скажем так. А какая в этом позитивная часть? Мне кажется, намного большая проблема – это когда злые коррупционеры, деньги, и не только коррупционеры, вообще все элиты зарабатывают здесь деньги, а выводят их в другие страны, тратят в других странах, не связывают свое будущее с Россией, и не сильно переживают о будущем этой страны. А если же они здесь вкладывают эти деньги, что-то строят, дворцы себе строят. В этом это хорошо, потому что они переживают за эти дворцы, эти дворцы надо передать по наследству, значит, нужно думать об институте собственности. И вообще было бы неплохо, чтобы люди больше вкладывали на территорию собственной страны, пусть эти капиталы заработаны несправедливо. Это очень большой вопрос справедливости капиталов. А вот залоговый аукцион справедлива? А вот если Потанин там построят, это справедливо? А Ротенберг несправедлива? Где эта граница справедливости? Сам по себе Навальный как президент, я не уверен, что хочу его видеть. У меня есть вопросы к нему как управленцу, к нему как популисту. Кстати, будет интересно, если ты скажешь, какие. Я говорил, мы начали с того, что фильм, который сделан, он сделан прекрасно. Навальным блогером, но Навальный политик должен был, на мой взгляд, быть деликатнее с фактами. И не делать таких обобщающих выводов о том, что да, там бесполетная зона, значит, это точно Путин. Нет, не точно. Так это не работает. Это логика. Она как бы... Это может быть Путин. Но вот таких нюансов по фильму там много раскидно. И мне, как человеку, системно мыслящему, они резали ухо. Вот это мне, честно говоря, не очень близко. И я дальше как бы просто тебе представляю, что такое же поведение Алексей демонстрирует, придя к власти. Любой из нас, амбициозных самцов, включая меня, допущенный до абсолютной власти, может стать бесконтрольным. Я это понимаю. Поэтому и вот эта вот несовершенная система западной демократии, она и есть, это система сдержек противовесов. Но вот, чтобы ты понимала, в компании у нас с моей санкции, не я сам писал, но с моего разрешения, в общем канале, где присутствуют все там тысячи плюс штатных сотрудников и какие-то внештатники, были даны установки, что, ребята, если вы идете на митинг, то есть как бы не предполагалось, что никто не пойдет. То есть не то, чтобы говорил, что все пойдут, но если, да, то дальше какие-то инструкции, там наш юридический отдел составил какие-то рекомендации, дал какие-то ссылки. То есть изначально позиция идти на митинг, она была нежелаемой, но допустимой и даже скорее одобряемой. В таком тоне это было высказано. Потому что, ну, мы, как кроме всего еще люди из образования, люди, которые невольно размышляют о том вообще, что такое происходит вокруг, вот, мы понимаем, что происходящее вокруг, оно, кроме всего, не очень расположено к тому, что мы делаем как бизнес и к тому, что мы делаем как социальная миссия. Я думаю, что если Навальный захочет, он сможет стать политиком. То есть это как… То есть у него наверняка есть такие амбиции, иначе бы, наверное, он это не делал исключительно из добрых побуждений, он, мне кажется, не скрывает своего желания стать президентом. Но у меня, как у человека, который знает, что такое управление людьми и менеджмент в целом, у меня тоже есть вопросы. И они резонны, резонны, что люди задают такие вопросы о том, а как человек, который фактически не занимался организацией чего-то большого в своей жизни, как он планирует стать политиком. И, может, оппоненты могут ответить, а как вот те люди, которые у нас сейчас во власти оказавшиеся, как они вдруг стали политиками. И это будет тоже логичное парирование этого тезиса. Правильнее всего вообще всем нам, дискутирующим, изначально договориться о некоторой базе. В чем мы сходимся? Мы, конечно, сходимся в том, что все это чудовищно. Мы, конечно, сходимся в том, что в России коррупция невероятного размера. Мы, конечно, сходимся в том, что если бы на месте этого аппарата власти, который сейчас есть, была власть эффективная, то Россия жила бы намного лучше. Мы, конечно, сходимся в том, что мы недовольны тем, что делают власти. Мы, конечно, в конце концов сходимся в том, что Алексей Навальный, попавший сейчас в заключение, заслуживает поддержки и заслуживает сочувствия. Безусловно. И тот факт, что он попал в заключение в связи с нарушением режима условного отбытия наказания по приговору, который сейчас явно будет обжалован Европейским судом, это само по себе, конечно, нонсенс. И такого быть не должно. При этом в ситуации с этим отравлением может быть версии моря, и все эти версии в расследование вписываются отлично. Ни одна из этих версий не снимает ответственности с власти, кстати говоря. Здесь все очевидно совершенно. Но вот что произошло, почему, как и так далее? Версий может быть очень много, и, к сожалению, ряд сторонников Алексея Навального выбрали очень странную позицию. Они выбрали одну конкретную версию. Лично Путин приказал убить Навального, держится за нее без всяких на это оснований и очень недовольны любой другой версией. Хотя, казалось бы, любая другая версия, в общем, ну, а чем она власть-то оправдывает? В общем, ничем. Понятно, что травили, понятно, кто травил. Вопрос, почему приказанию и зачем, в общем, вторичный. Для всех, кроме Алексея Навального, видимо, для него очень важно, чтобы приказ исходил лично от Путина. Так же, как дворец принадлежит лично Путину. Хотя там непонятно, что происходит с этим дворцом. Вообще, на фоне циклопических идиотских сооружений, которых в России понастроено, это просто еще одно циклопическое идиотское сооружение. Сохранение России на сегодняшнем политическом и общественном тренде, с вашей точки зрения, позволит создать такую экономику, чтобы миллиард было проще заработать здесь? Вряд ли, потому что в России небольшой рынок сбыта и мы не можем построить, нам не будет число строить миллиардные компании без глобальных рынков. Ну, смотрите, Россия и США по населению отличаются только в два раза. Это правда. Экономика не в два раза отличается. Ну, а если брать русскоязычных, то вообще, в общем, не так уж на все плохо. Там их чуть ли не ползает. Ну да, если взять весь мир, на который кусок, на который Россия может влиять экономически, в теории, он тоже довольно большой. 250 миллионов человек. Мне кажется, что у России есть неплохие шансы стать больше, я говорю про экономику, и у российских компаний есть неплохой потенциал продавать глобально. Все-таки мы не такие глупые ребята, и у нас внутренне, внутри рынка очень высокие нормы качества, намного более высокие, чем в целом по планете. Мы довольно требовательные ребята. Но этому надо учиться. Мы плохо умеем это делать. Вообще русские плохо продают, русские плохо делают маркетинг, русские плохо делают продукты, с точки зрения маркетинга. Я думаю, если научимся, может быть, и будет легче. Вам не кажется, что за последние, грубо говоря, десятилетия, я просто говорил с экономистами на эту тему, и их оценки более-менее однозначны, если бы реформы и все то, о чем мы говорили в начале, двигались бы быстрее, российское общество было бы, очевидно, богаче. В общем, последние десятилетия не в цифровой сфере можно назвать потерянным для экономического роста. Конечно. Но проблема в том, что почему так произошло, вот тут, возможно, разное то, что зрение. Так хотят люди. Вот так хотят люди. Что значит «так хотят люди»? То есть вы отрицаете, что каждый человек хочет... Я напоминаю ту историю про монетизацию льгот. Когда пенсионерам предложили бесплатный проезд заменить на деньги, пенсионеры встали к костюме и сказали... Слушайте, это история середины двухтысячных. Начало даже. Да, четвертый, по-моему, год. Да, типа того. С тех пор минуло 17 лет. С тех пор бесплатного проезда становится только больше и больше. С тех пор люди привыкли платить за контент, за музыку, за подписки, покупать фильмы. Нет, кстати, это уж совсем дичь. Это история про пиратство. За доставку. Про пиратство мы говорим, что действительно люди... Люди привыкают платить. Люди привыкли платить за интеллектуальную собственность. Это вопрос пиратства дикого. Я говорю скорее в более того смысле. Готовы ли люди платить за парковку в Москве? Пожалуйста. Не готовы, не хотят. Как не? Их заставили. Заставили? Но и не хотят. Но и не хотят. Если завтра с обядина повесят, первое требование будет отменить платную парковку. Вот сегодня вешают с обядина, завтра отменяют платную парковку. Ну, с чего вы делаете такое ощущение? Я намерен и дальше оставаться здесь. Я хочу работать в России. Это осознанное решение. Я могу жить и работать в Германии или в любой другой стране. Теперь я совсем уже человек обеспеченный, слава богу. Но я хочу работать здесь, и мне не хватает эффективной инфраструктуры. Частью ее, важнейшей частью ее, является государственная система, которая, по крайней мере, не мешает развитию бизнесов. А лучше благоволит им, потому что, кроме всего, мы существуем в условиях глобальной конкуренции. Стран друг с дружкой в технологических инновациях, в экономических инновациях и так далее. И дальше размышляют. А что для этого нужно? И что мешает России быть таковой? Санкции, проблемы с геополитикой, поссорились с всеми, кем можно, нет внешних денег, они все вышли, инвестиционные деньги после Крыма это уж вообще вымело к чертовой матери. И так далее. Дальше вопрос. Что делать? Создавать условия, в которых это все-таки возможно, когда конкуренция и доступ ресурсов, в том числе финансов, возможно. Возможно это в условиях реальной политической конкуренции и реальной работы трех, а лучше четырех ветвей власти. То есть, исполнительная, судебная и законодательная независимы, реально, а не немнимы, как это сейчас. И также независима четвертая медиавласть, которая действительно, ну как бы так, покусывает всех, и таким образом создает систему растяжек и противовесов. Я это себе представил, ну как бы, то есть, это в общем такая базовая модель демократии западного типа. Классическая. Да. Вот. И я понял, что я хочу, чтобы так было. И дальше вопрос, если я это понимаю, то что я могу с этим делать? Как человек действия? Значит, первое. У меня есть определенная аудитория, не сказать большая, но там, не знаю, пару, тройку, десятков тысяч человек, которые читают меня в разных соцсетях и смотрят на Ютьюбе. Ну даже, наверное, там полсотни тысяч человек. Я могу сообщить о своей точке зрения. Не навязчиво, но тем не менее. Я стал это делать в последнее время чаще. Я делал это и прежде, кстати говоря, я и на Болотной был в 2011 году. Но понимая, что все-таки это не моя епархия, я не делал это настойчиво. Поэтому оно, видимо, не проглядывало так явно. И прежде, когда мне не приходили журналисты, как ты, и говорили, типа, давайте поделитесь своими политическими взглядами. И первое, я могу сообщать своей аудитории, делиться своими точками зрения. При этом, как бы, меня все время мои коллеги балансируют, потому что порой я очень резко высказываюсь, а потом мне говорят, слушай, ты давай, как бы, чтобы под уголовную статью это не выглядело, и меня немножко подравнивают. Бывает. Значит, а второе, я могу действовать сам, согласно тому, что думаю. Ну, и вот в этом смысле был логичный выход на митинг в поддержку Навального. Что вас, как гражданина и предпринимателя, больше всего не устраивает в российском государстве, в системе власти? Что вы считаете необходимым изменить? Смотрите, сначала, что меня не устраивает? Меня не устраивает то, что Россия страна с удивительными возможностями, с прекрасными людьми, с прекрасными начальными данными, так скажем. Но при этом эти данные, на мой взгляд, не реализованы и наполовину. То есть, Россия может быть лидером прогресса мирового, может быть лидером в целых отраслях экономики, но мы это просто не можем реализовать. И вот это вот, ну это примерно то же самое отношение, как к Владивостоку. Владивосток город с удивительными возможностями, но почему-то мы никак эти возможности не можем реализовать. И меня постоянно смущает вот этот вот момент, что мы не можем соорганизоваться и добиться существенно больших результатов. Во мне вот это вызывает диссонанс. Мне кажется, что мы немножко зря тратим время, мне просто неудобно перед детьми, перед будущими поколениями, не побоюсь этого слова, что мы могли бы сделать гораздо больше. А мы тратим время на борьбу с репрессивной машиной. То есть мы созидательную энергию и вообще энергию россиян тратим не на созидание, а пытаемся ее посадить, запретить и не пущать. С точки зрения проблем, почему это не происходит, меня не устраивает как предпринимателя, что уже 10 лет у нас нет экономического роста, мы соответственно топчемся на месте. И к сожалению, большинство людей, на мой взгляд, просто даже не понимает, насколько это плохо. И вот упущенные возможности от экономического роста, они не воспринимаются, а считается, что слава богу не хуже, ну и давайте потерпим. А то, что за эти 10 лет, даже если бы мы примерно соответствовали мировому росту, у нас экономика была бы на 50% больше, а вообще-то Россия могла бы еще больше сделать, вот это вот как бы удивляет и огорчает. Соответственно, надо с этим что-то делать. Я бы все-таки хотел дожить до того состояния, когда в России можно будет смело зарекаться от тюрьмы и от сумы. И если ты нормальный член общества и не являешься отморозком, то ты можешь обладать полной уверенностью, что в тюрьму ты не попадешь. У нас, к сожалению, никто не может быть настолько уверенным, что ты туда не попадешь, потому что там самые необычные люди в только раз и оказываются там. И в этом отношении, конечно же, предприниматель находится в зоне риска. Было бы желание, у нас можно посадить любого. Поэтому тут у меня никаких иллюзий нет. Если говорить именно о бизнесе и политике, это довольно трудное сочетание. Да. С одной стороны, бизнес должен забыть. И многие бизнесмены, на самом деле, говорят о том, что мы не можем себе позволить никак участвовать в политической деятельности, потому что мы отвечаем за людей, потому что наш продукт покупают люди разных политических взглядов, и мы должны быть политически нейтральны. И нам нужно делать бизнес as usual, потому что иначе все остановится. С другой стороны, в каждом из нас сидит человек, у которого есть какая-то своя система ценностей. И я понимаю, что когда что-то входит, я вообще про себя могу сказать, что я выхожу тогда, когда что-то пробивает мою систему ценностей. То есть когда моя система ценностей требует от меня какого-то акта, назовем это так. Это не обязательно какой-то возглас, это может быть просто действие. Вот как ты для себя решаешь эту проблему, и как с твоей точки зрения люди должны решать, люди бизнеса должны для себя решать эту проблему. Ты мне сейчас напомнила, мы очень забавно шли на этот митинг с приятелем. Мы до этого сходили на такое довольно, я бы сказал, дорогостоящее и развлечение для людей, обеспеченных относительно. Мы пошли в стрелковый клуб, там поставляли из разных видов оружия. Не сказать, что это космически стоит, но это прилично стоит, и, наверное, не каждый себе может позволить. Потом мы отправились в Гранд Кофеманию, и сидя там, прямо говорю, слушай, мы с тобой как декабристы сидим там, приятель заказал вообще шампанское, он большой любитель этого дела, хорошее. Вот сидим, едим в дорогом заведении хорошую еду, я говорю, мы сейчас пойдем, у нас там свинтят. Ты к этому готов? Это Россия. Он говорит, ну а что делать? Вот. Ну, здесь такая штука. Мы делали то, что там казалось делать правильным, как и ты говоришь, что случилось нечто, что кажется уже наступает на опасность для той системы ценностей, которая мне кажется важной. Ну и вот для той, для того образа будущего, который мне хочется видеть. Да, повторюсь, мой образ будущего, он совершенно конкретен. Я все время рисую себе какие-то представления о том, какой я, какие мои проекты через 3, 5, 10 лет. И в них очень важную роль играет государственная инфраструктура. Ну, я уже вышел на те масштабы, когда это неизбежно. Там на малом масштабе, микромасштабе она может не играть никакой роли. Хотя тоже порой бывает. На большом всегда играет. Ты всегда начинаешь как-то взаимодействовать с государством. На уровне мелких чиновников, средних чиновников. Вот в последнее время руководяя холдингом образовательным, я уже общался с министрами, замминистрами, с там, какие-то встречи с вице-премьерами. Я, конечно, чаще это было такое вот несколько показательно, то есть не были толковые беседы с результатами, но тем не менее. Вот. И мне нужно, чтобы эта инфраструктура помогала мне выполнять мои цели. Вот, собственно, отсюда вывод, что нужно делать то, что... Нужно показывать то, что происходящие тебя не устраивает. Но с рациональной точки зрения, а протест помогает решать эти задачи? Я не знаю. Почему ты думаешь, что именно такая форма помогает? Я перебрал несколько вариантов. Можно было просто написать в соцсетях, такой диванный протест. Это тоже бы работало, потому что у меня сравнительно большая аудитория. Но лучшее воспитание «Знаю как отец четырёх детей» – это личный пример. Поэтому я и написал, и пошёл. Я сделал то, что считал правильным. Ну, есть разные тактики. Вот люди говорят, давайте менять систему изнутри, например, или давайте заниматься каким-то цивилизованным лоббированием. Ну, это, конечно, нужно делать. Но просто пока что результат этого весьма сомнительный. С какого бы пункта начали вы распутывать вот этот клубок противоречий? Потому что, ну, мы видим, что одно цепляется за другое. Кто-то заходит с дворца, вы заходите с судебной системы. С какого конца нужно это распутывать? По-хорошему, конечно, с масштабной амнистией капиталов, но она невозможна, потому что общество и народ не примет. Вам не кажется, что как бы попытки этой амнистии проваливаются, потому что люди до конца не верят обещаниям не переходить черту в дальнейшую? Её постоянно переходит, как вот с дела Юкоса в 2003 году. Вот с тех пор так и периодически её переходит. Что же делать? Ждать. Ждать? Просто ждать. Ждать, пока, наконец, капиталы стабилизируются, надеются, что они стабилизируются. У элит возникнет желание, ощущение законсервировать ситуацию и всё-таки защитить свои капиталы в будущем через судебную систему, через правовую систему. Они же за себя её будут защищать, не для нас. То есть нужно, чтобы они судебную систему восстановили и построили не ради нас, а ради себя. Но для того, чтобы они построили ради себя и нас, нужно, чтобы они дворец построили. Потому что нужно, чтобы было что-то защищать. То есть ваш рецепт, по сути, если кратко перечислить, такой, пусть они, наконец, наедятся столько, сколько хотят и сами захотят ввести те правила. Не только. Пусть большинство их активов будут в российской юрисдикции, пусть они их нахватают, но чтобы они были в российской юрисдикции. И тогда этим парням очень понадобится суд. У вас какое-то представление о сроках? Ну, просто прогноз. 40 лет? Ну, 40 лет. Ну, вам будет плюс-минус 70-80, да? Ну, что поделать. Ну, я не знаю, я не знаю. Вот прошло 30. Конца края не видно. Не видно. Наверное, еще должно 30 пройти. Более того, судя по тому, что просмотров фильм, который вы не смотрели, набрал около 100 миллионов, я думаю, что значительная часть этих людей испытывает какое-то волнение по этому поводу. То есть не вполне разделяет ваши... Не готовы просто так ну, как-то сказать... При этом на бытовом уровне люди хотят зафиксироваться. То есть вот приватизация 90-х годов, вот эти вот моя квартира, моя дача, люди хотят зафиксироваться. Люди не хотят больше заново делить квартиры и дачи, и гаражи. А вот среди элит покоя нет. Ну, то есть как я могу вкладываться в инфраструктуру, как я могу вкладываться в свой бизнес, как я могу вкладываться в Россию, если я реально боюсь, что если не этот отберет, так этот. Либо отберет у меня злой Путин придет, там, что-то ему не понравится, или какому-то Сечину я понравлюсь, и он у меня отберет. Либо придет условный Навальный и под эгидой справедливого распределения собственности отнять и поделить. Ну, то есть вот я всех боюсь. Я и Сечина боюсь с Путиным, я и Навального боюсь. Есть такое вот в России, много его обсуждали, такой негласный как бы общественный договор между бизнесом и властью. Вы не вмешиваетесь в политику, мы более-менее не вмешиваемся в то, как вы делаете деньги. Ну, вот эта вторая часть этого договора, на мой взгляд, там, давно была пересмотрена одной из сторон, да, то есть государство легко вмешивается. Но бизнес именно из соображения безопасности, мне кажется, достаточно свято блюл свою часть договоренности, и после там известных событий началось это все с Ходорковского, да, вообще не прикасался к политике в основном. И это в частности касалось и финансирования оппозиции в той или иной форме. Ну, как-то из-под полы что-то там давали и дают, насколько я знаю, ну, просто немножко. Думаешь ли ты, что сейчас эта ситуация изменится? Этот общественный договор и бизнесом будет пересмотрен? Я хочу верить, что да. Более того, вот это то, что я, ну, можно сказать, проповедую, и в каком-то смысле, поэтому мне интересно, вот сейчас я, уходя из компании, из холдинга, что я построил, забрал маленький проект, Digital Dolina, обучение предпринимателей. Почему мне он так близок и интересен? Потому что, по мне, невозможно стать предпринимателем, не раскрыв широту картины мира. А она во всем многообразии контекста еще и в том, что, ну, вот такое государство, вот в таком-то оно мне помогает, в таком-то оно мешает. И вообще, а что я по этому поводу думаю? То есть это включение в паттерн предпринимательства, во-первых, это, ну, включает такую созидательную парадигму, которая, мне кажется, очень хорошая, да, вот это стремление стать лучшей версией себя, о чем мы говорили, не только с помощью макияжа и грима, а еще и с помощью каких-то внутренних трансформаций. Вот. И, ну, попутно воспитывает гораздо более осознанных граждан, которые приходят и говорят, слушайте, подождите, а что такое государство? Это же всего лишь набор сервисов, в которых мы датируем. Нет же денег государственных, есть деньги налогоплательщиков, как вот цитата Тэтчер, да, нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Вот давайте спросим, как бы, а как они используются? Вот мы в бизнесе используем их так-то, мы как бы там, особенно сейчас, уже почти невозможно, по белому работаем, платим налоги, да, в этом смысле молодцы российская налоговая, они прям хорошо трансформируются, они эффективны, как регулятор, они прям зажаврали всех, кого нужно, взяли, и работать не по белому, не платить налоги довольно сложно. В сравнении с, там, 10-15 лет, это вообще просто космические изменения. Отлично. Значит, эта страна, контракты выполняются, налоги платятся. Что там у вас? Спрашивают осознанные люди. И мне хочется верить, что таких людей будет больше, и я надеюсь на это влиять. Но я сейчас говорю, ну, не об этой части взаимодействия, а о той части, что вот есть оппозиция, ну, все понимают, что на все нужны деньги. Вот ты бы лично рискнул поддерживать оппозицию своими деньгами? Я ежемесячно, у меня с карты для ФБК перечисляются деньги. Ты думаешь... Не самые большие, но как бы перечисляются. Ну, наверное, не в масштабе бизнеса. Не в масштабе бизнеса, да. Ну, то есть в масштабе человека. Это платежи частного лица, да. Это платежи частного лица. Чего больше всего, я так понимаю, опасалась власть, что системные деньги, большие деньги, не человеческие, а именно бизнесовые деньги могут пойти на поддержку оппозиции. А ты думаешь, они опасались, мне кажется, что они уверены, что не пойдут? Нет. Почему этот договор, грубо говоря, был установлен? Потому что, ну, в частности, я не помню, насколько это было доказано, но что как бы деньги Минотепа и Югаса шли на поддержку там политических партий в Думе. И был однозначный, четкий сигнал, что вот, ребята, так не делайте, потому что иначе будет секир башка. Тактически, да и стратегически выстрел Ходорковского был очень четкий. И его резонанс до сих пор слышен, действительно. То есть его отстрелили, дав ясный сигнал – нельзя. Потому что у него явно были политические амбиции, похожи даже президентские. И желания реально отбили. Сейчас народилось уже достаточно большое поколение предпринимателей, которые, строго говоря, ничем не обязаны государству, которые не сидели на ренте, которые не участвовали в предпринимательстве, в приватизации. Как раз участвовали в предпринимательстве, но не участвовали в приватизации. Которые сделали что-то сами. И, строго говоря, им никто не может приказывать. Ну, морального права как бы не имеет. Может, силовым способом, да? Но нет этого договора. Мы вам там дали, не мешали. Они сами вырастили. Я вот так и чувствую. Вот ровно так. И вот эти люди как раз могут поддерживать того, кого они хотят. Найти собственного лидера. Да. Ну вот посмотрим, что из этого получится. Видимо, для этого нужна какой-то процесс, осознание. Возможно, то, что сейчас происходит в нашей стране, это будет катализировать. И что-то мы увидим в результате. После моего интервью «Дождю» вышел на НТВ аналитический сюжет с названием «Двойное дно», в котором был проведен анализ, почему такие предприниматели, как я, выражают свою позицию, чем они недовольны. Они же такие, у них же все есть, у них же все классно в бизнесе, что им как бы не хватает. Но, как я уже говорил Елизавете Осетинской в интервью, у нас в бизнесе все хорошо не благодаря этой власти, а и этой системе, а вопреки ей. И столько страданий и боли мы все пережили и продолжаем переживать. Просто это, наверное, свойство постсоветского гражданина, который вечно с чем-то должен бороться и проходить сквозь большое количество трудностей. И в итоге выводом этой передачи было следующее. Они просто сказали, что, наверное, таким молодым людям, как я, как другие предприниматели, которые выразили свою позицию, наверное, им просто нужно быть интегрированы в какую-то политическую повестку, им, наверное, нужно быть интегрированы в какую-то политическую партию, которая будет представлять их интересы. То есть это в очередной раз показывает, что провластные мыслители считают, что нужно расщепить общество, предпринимателям одна партия, пенсионерам другая партия и так далее, чтобы никто не мог объединиться против общего строя. Я против этого. Я за то, чтобы все мы, граждане, не в зависимости от рода нашей деятельности, чтобы все мы хотели жить просто в лучшей стране. У меня нет стремления в политику лезть. И я думаю, что у большинства предпринимателей такое же ощущение. Я, как предприниматель, я кайфую больше от бизнеса, чем от каких-то общественно-политических активностей. Но это вынуждает нас. То, что ситуация, которая происходит, и люди, которые занимаются бизнесом, это люди, которые взаимодействуют с людьми. Это люди, которые чувствуют своих сотрудников, которые понимают, в каких условиях их сотрудники живут. Нельзя просто взять и отключиться от окружающей действительности. Поэтому, естественно, мы неравнодушные к людям, которые с нами работают. мы не можем оставаться в стороне и делать вид, будто у нас в стране все прекрасно. Это не так, и поэтому мы считаем своим долгом каким-то образом помочь этой стране. И пишут комментарии, типа, вот что вы перечисляете деньги в ФБК, лучше вы детям помогли. Я и детям помогаю, и с детскими домами мы работаем, и так далее. Но это одно другому не мешает. Какой вы видите хороший, идеальный выход из-за вот этого политического кризиса? Во-первых, я не уверен, что надо называть это громким словом кризис. Понимаете, запас прочности у российской системы достаточно большой. Видите, парадоксальным образом Россия настолько богатая и хорошая страна с настолько большим потенциалом, что она может позволить себе довольно неэффективную систему управления и довольно промежуточное довольно продолжительное время. Вот в этом есть одна из проблем. А если добиваться каких-то изменений, то каким образом? Вот предпринимателю средней руки такому, как вы? Продолжать работать, продолжать делать дело, в меру сил образовывать окружающих тебя людей, ну и, в общем, подавать пример максимум. Вы бы для себя или, может быть, для кого-то другого рассматривали бы политическую карьеру, менять власть изнутри? Не, мне не очень нравится ни государство, я стараюсь от него держаться как можно дальше. Ну, просто другой тип личности, другая порода нужна для этого. Меня плохо получает. Может, у меня хорошо получается, не хочется. Ну, вы верите в какого-то такого идеального политика, который бы представлял ваш интерес или людей таких, как вы? А их много. Их же много. Они сидят в кабинетах в министерствах, они сидят в кабинетах пониже, повыше. Их довольно много, довольно деятельных, толковых людей, которые дело делают. Понимаете, а и так не бывает. Невозможно, чтобы в батареях было тепло, если никто не работает. Кто-то же работает, кто-то же включает эту лампочку. То есть, значит, где-то люди все-таки что-то делают. И судя по тому, что есть какие-то позитивные тренды, делают неплохо. Я, например, и при этом, повторюсь, у меня очень неоднозначное отношение к этим людям. Вот с одной стороны, я восхищаюсь командой Собянина за совершенно фантастический менеджмент. Просто удивительная какая-то команда, которая говорит, если будет метро, значит, будет метро. Она говорит, будет мост, значит, будет мост. Но при этом меня трясет от самоуправства, которое устроил прошлой весной Собянин. Вот это вот казнить, миловать, выходить, гулять, какой-то мэр розчерком пера решает, как тебе жить. Как вы для себя решаете это противоречие? Да никак его нельзя решить. Мир, он не черно-белый. То есть просто принимаете. Хорошее и плохое. С одной стороны, восхищаемся его менеджерской командой, тем уровнем менеджмента, который показывает московское правительство. При количестве денег, которыми они распоряжались. У Лужкова были такие же деньги приблизительно. Команда Лужкова обладала практически такими же ресурсами. Но результат разный. Ну, в последнюю декаду, скажем так. Сначала Лужков тоже вроде был молодец. Может, Собянин тоже в следующую десятилетку будет так себе. Вообще, каждая следующая десятилетка, как правило, хуже предыдущего. Согласен. Но первая десятилетка Собянина мне понравилась. То есть все-таки сменяемость какая-то? Но с другой стороны, вот то, что они творили прошлой весной, ну, конечно, меня как свободолюбивого человека потряхивало. То есть я прям, не знаю, я прям искал, как бы эту систему обмануть, где ее хакнуть, как подделать QR-код. Ну, то есть, ну, конечно, а как это мне может понравиться? Нет, но с другой стороны, ограничения действовали не только в России. Я понимаю. Я понимаю. Ни одна власть ничего другого не придумала. Я понимаю, ну, как-то, ну, не Собянин же. Почему он? Кто ему дал такое право? На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции, считая ее проведение недопустимым. И еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокатором. Абсолютно понятно, что может быть, Путин это и можно сменить. Может быть, уже сейчас в недрах большой кремлевской бюрократии и готовится это замер. И позиции Путина с возрастом возможно слабеют. Возможно, там вырастает некоторое поколение молодых генералов, условно говоря, которые считают, что им нужен другой лидер, который что-то будет делать по-другому. Я не знаю что, понятия не имею. Он может делать по-другому что угодно. И в этом смысле атака на Путина внешняя таким образом сделанная будет помогать такой смене. Но это не смена режима ни в коем случае. И если шанс сменить Путина с помощью таких условных молодых генералов возможно есть, то шанс сменить режим за счет этих действий отсутствует полностью. Мы это видим наглядно. Элиты абсолютно не поддерживают Навального. Предприниматели в России не относятся к элитам. Это надо понимать, что мы живем уж скорее не в государстве ордынского типа, а скорее во Франции начала 18 века, где предприниматели были самым забитым классом. Если вы хотите другого будущего, значит, наверное, надо думать, какую тактику надо применять, как ее менять, как работать с элитами, как сделать так, чтобы элиты захотели перемен и так далее. И в этом смысле я не думаю, что Алексей при всем уважении к его героизму, к его мужеству, к его открытости, к его честности и ко всему, я не думаю, что он политик в этом смысле. Я думаю, что он скорее занимает позицию диссидента, мной безумно уважаемую. Люди, которые были диссидентами в Советском Союзе, это люди, перед которыми я преклоняюсь. Но эта позиция настолько же прекрасная, насколько бесполезна. Что меня сильно еще коробит в оппозиции, что они жутко недооценивают врага. Чингисхан считал, что так не надо делать, врага лучше переоценивать. В каком смысле они недооценивают? Мол, власть глупая, власть корыстная, власть думает только о деньгах. Так нет, мне кажется, они десакрализируют и посылают такой месседж. Мне не кажется, что они в действительности так думают. Не, я думаю, что, конечно, власть не так плоха, не так глупа, не так примитивна. Да и потом, я не очень богатый человек, но даже меня деньги уже не так уж сильно интересуют. Я не уверен, что так уж они интересуют условного Путина. А если бы я думал о благе своей страны, то я бы думал не о том, как попасть во власть, то есть быть политиком сегодня, а о том, как поменять общественное сознание на завтра. И по этому поводу много написано и много сказано. И это делает очень много людей. Это делают люди внутри страны, это делают люди за рубежом. Они стараются это сделать, будет это более успешно, менее успешно. Как со временем это будет развиваться, никто не знает, посмотрим. Но, по крайней мере, есть очень много людей, которые это делают. Кстати, и Алексей это делает тоже. Эти фильмы же тоже меняют сознание постепенно. Но одновременно пытаться изменить сознание людей и попасть во власть занятия совершенно сейчас неблагодарны. Я хочу верить, что действительно умные, сильные, думающие, эти самые knowledge workers, к которым относятся в том числе программисты, они просто, чем дальше, тем больше, будут не готовы идти по ценностным причинам на сторону зла. То есть на сторону условно Роскомнадзора или подобных органов, которые делают то, что им кажется делать неправильно. Например, блокируют Телеграм, Фейсбук или Ютьюб. Реформа во многом в стране у нас понятие дискредитированное, но понимаете, в чем дело? Реформы нужны постоянно, потому что время течет, все меняется, и для того, чтобы соответствовать современному миру, надо тоже постоянно меняться. Надо меняться стране, надо меняться системе управления, законодательству и так далее. Мы, к сожалению, пытаемся всеми силами остаться в прошлом и время наказывает за то, что за вот эти попытки остаться в прошлом, время, конечно, наказывает. Для меня было бы идеальным, если бы все-таки современные элиты все-таки поняли, что надо меняться, надо развиваться и встали на путь последовательных реформ. Были ли в истории примеры подобного? Ну, на мой взгляд, все-таки это не невозможный сценарий. Если посмотреть назад, посмотреть на такую прекрасную страну, как Испания, которая тоже во времена довольно авторитарного и, может быть, еще более авторитарного, чем у нас, правления Франко, все-таки в какой-то момент увидела диспропорции в развитии собственной страны и Европы и Европы в целом и сообразила, что все-таки надо заниматься реформами. Я вспомнил бы пакт Монклоа в этой связи. В совершенно не варварской Испании правление Франко, диктатора Франко закончилось пактом Монклоа. Это пакт элит о том, что больше так жить нельзя, мы должны легитимизировать систему. Подобные пакты возникали в очень разных местах мира, в очень разных ситуациях и всегда они именно таким образом формировались. элита, которая видит, что риск потерять становится больше, чем возможность еще заработать, начинает требовать законности. Эта законность пролиферирует дальше вниз и страна неожиданно превращается в страну с демократическими ценностями, буржуазными. На смене эпох, когда доминировал феодализм, это выливалось в буржуазные революции. Но если вы посмотрите, буржуазные революции, вообще говоря, буржуазные революции были мирными. Практически они были без насилия. Почему? Потому что их делали элиты. Тогда, чтобы ваша концепция уж совсем была такой четкой. Три рецепта, чтобы экономика росла, из России строились миллиардные компании и соблюдались те условия, о которых вы сами мечтаете. Как я уже говорил, амнистия капиталов, банально, но судебная реформа, и в церкви лавочки надо поставить. В церкви лавочки надо поставить? Ну, я считаю, что очень многие проблемы российского общества от церкви, отсталой, неэффективной, которую надо реформировать, и обязательно надо поставить лавочки. Чтобы не стояли? Могли сидеть? Да, чтобы вот эту сакральность не может человек, который вот так разговаривает, стоя с Богом, к Путину по-другому относиться. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!